И к другим темам. Жители Копейского поселка Горняк боятся весны. С плюсовыми температурами половина улиц уходит под водом. Настоящего теперь еще не началась, а в огородах и дворах уже лужи. Причина грунтовой воды и заброшенные шахты. Почему проблему не могут решить десятилетиями и что будет сделано в этом году? Полина Кирсанова расскажет. Вы с собой сапоги просто взяли. Да вы их зря взяли, там снег. Потому что там все занесено. Я думала, нам с собой нет. Ничего нет. Сапоги нам с собой в подтопленные поселки Копейские чиновники советуют не брать. Под воду частный сектор уходит лишь с приходом апреля, уверен начальник городского хозяйства Марат Харисов. Вот проходите туда, смотрите, вон она сейчас туда пойдет. Но резиновые сапоги оказали самой нужной вещью на съемке. Поселок Горняк улица Чапаева начинает тонуть. В огородах еще не растаял снег, а во дворах уже стоит вода. По огороду жителям поселка Горняк уже приходится ходить в резиновых сапогах. Пока здесь только небольшие лужи. Но уже через месяц воды будет по коленам. Прихода весны люди просто боятся. Каждую весну Чапаева тонет в грунтовых водах. А вместе с ним еще несколько улиц поселка Горняк, часть поселка Бажова и Ремезе. Треть Копейска страдает от шахтерского наследия. Рудники в городе закрыли в начале 2000-х. Шахты бросили и воду откачивать перестали. В первую же весну копейские поселки поплыли. Вода начала подступать к домам. Геральт Степанович каждый день осматривает сарайки во дворе. Держит, что называется, руку на пульсе. Еще пару дней и плюсовые температуры, и спокойной жизни придет конец. А вот видите, вот посмотрите, вы видите, как перекосило все? Следы прошлогоднего наводнения видно сразу. Отходят обои, перекошены стены. Дома не выдерживают напоры и начинают проседать. Не выдержала и собачья будка. Ну и не прыгай, не прыжай. Ставь, ставь. Пес Дик весело шлепая по лужам, играет с хозяином. От наводнения его жилища спасли. Будку приподняли на несколько сантиметров. По такому же принципу избежать большой воды намерен и Сергей Крупин. Вот я фундамент задрал. По отношению к соседу вот так же было. Свой дом Сергей Крупин приподнял почти на метр. Грунтовые воды, надеется, это весной обойдут его стороной. Ежегодно воду нужно откачивать. Копейские власти пытались решить проблему сами. Ставили насосы. Но объем затоплений был слишком большой. Решить проблему взялось областное правительство и направило городу-спутнику почти 9 миллионов рублей. В свое время там при банкротстве водоканала Копейского получилось, что система каналов, которая была построена за федеральные деньги и насосная станция плавучая попали за бесценок в частные руки. Ну и это все как пришло негодно в бесходность. Сейчас это все будет восстановлено. Система отводных каналов есть, но ее не эксплуатировали несколько лет. На областные деньги копейские власти наймут нового подрядчика. Тот уже начнет работы. Откачать предстоит почти 600 тысяч кубометров воды. Это сравнимо с объемом 20 тысяч плавательных бассейнов. Необходимо откачать большой объем воды через 3-4 озеро. Определена проектом точка сброса. Это в реку Мяс. Работу начнут уже в апреле. Люди надеются, что этой весной резиновые сапоги они оставят в шкафу. Полина Кирсанова, Борис Абрамов, УТВ.